Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня еще одна заманчивая тема. Это неприхотливые однолетники, которые не доставят нам хлопот вращивания как для новичков, так и для опытных цветоводов, садоводов. Эту группу можно разбить на две подгруппы. Первая группа – это те, с которыми вообще не будет никаких хлопот. Мы их будем сеять непосредственно в грунт. Готовить через рассаду их не стоит. И однажды, посеив в своем огороде, может быть, встанет вопрос, как же от них и избавиться. Настолько они хороши и неприхотливы. И вторая группа, которые, да, они неприхотливы, некоторые даже являются устойчивыми к дефициту влаги, но для них все-таки потребуется подготовка, выращивание через рассаду, либо покупать готовое растение где-либо в садовом центре или цветочном магазине. Какие же это растения? Как правило, неприхотливые однолетники имеют достаточно высокий период цветения. Особенно те, которые мы выращиваем через рассаду, потому что у них от посева до цветения проходит 90-100, у некоторых даже и больше дней. Поэтому и требуется посев через рассаду, а не только то, что они такие теплолюбивые. Растения, некоторые из этой группы неприхотливых, они, да, цветут не очень долго. Это, например, лен крупноцветковый, либо василек синий. Правда, синий – это перевод в отыне, центре цианус синий. И период от посева до цветения составляет 40-60 дней. Но не будем считать, что это плохо, потому что если вы опоздали его посеять, допустим, в апреле, в мае, и вдруг вы забыли вообще заполнить это место или что-то у вас там выпало, в июне месяце вы сможете смело воспользоваться либо васильком, либо льном крупноцветковым, либо есть еще такое интересное растение, растение, оно тоже быстро, к сожалению, отцветает. Период цветения дней 20. Это агростема называется. Сюда же, не знаю, можно ли в ваших регионах выращивать мак посевной. Замечательнейшее романтическое растение, которое поражает своими окрасками. И, кстати, вот мак, он относится к кофемерам. Жароустойчивые семена у него, они созрели быстро, осыпались, и снова в следующем году появятся на вашем участке. Но большинство растений будут радовать вас своим цветением, как правило, с июня месяца и до самых заморозков. Например, эшольция. Это не только та оранжевая простая эшольция, которую мы привыкли видеть с давних пор на своих клумбах. Современные сорта бывают различной окраски. Здесь она у нас двухцветная. Бывают такие нежно-бежевого цвета, бывают красного цвета. Это различного вида космеи. Кто-то считает этот цветок простоватым, но селекционеры постарались, и современные сорта космеи поражают разнообразием своих окрасок. Также высотой. Это не те уже в детский рост кусты. Есть совершенно компактные, очаровательные кустики, шаровидные формы уже заложены генетически. Они бывают махровые, с различной формой лепестков, как у сорта морские ракушки. Конечно, всем известная календула. Но тоже пусть она не будет для вас простоватой. К тому же календула очень лечебное растение. Не будем про это распространяться долго. И современные сорта также поражают яркостью окрасок, формой цветков, компактной формой куста. То есть на любой вкус вы найдете. Лаватера. Замечательное растение. Его можно также отнести к засухоустойчивым. Посеив его в грунт. Казалось бы, как это возможно, из маленького семечки. Ну, не совсем маленького. У лаватеры достаточно хорошие семечки диаметром миллиметра 3. То есть удобно очень сеять, не доставит хлопот. И вырастает красивейший куст с многочисленными цветками, которые будут цвести и радовать вас до заморозков. Бывает, как в белом цвете, различных оттенков малинового цвета, розоватого и приближенно к красноватому цвету. Отличное растение иберис. Это иберис зонтичный у мбелята. Посевом в грунт тоже размножается. Образует пышные, длительно цветущие кустики, которые также будут засухоустойчивы. И если у вас нет возможности полить, то он на это не обидится. Вот еще образцы настурции. Это тоже не просто оранжевая настурция. Различные сорта с разнообразными окрасками. Иногда даже полумахровые бывают, встречаются в продаже. И они бывают как плетистые. А если вас не устраивают плетистые, то можно покупать кустовые сорта, которые образуют компактные красивые кустики. Единственное следует помнить, что настурция такое растение, которое не любит, когда очень много азота в почве. То есть растение замечательно будет цвести даже на самой скудной почве. И иногда ее будет необходимость поливать. В посеве абсолютно удобно, потому что семена крупные. Поручаете ребенку или мужу, раскладывают в ямочки, засыпают. И ждем цветения. Нигела тоже растение, которое будет у вас затем возможно насеваться. Но это Нигела ориенталья восточная. У нее очень интересные коробочки, оригинальные цветочки, которые затем можно будет использовать для составления каких-либо композиций из сухоцветов или новогодних композиций. А это Нигела, которая видовое название домосцена. Она также бывает разнообразных окрасок. И как полумахровая, махровая и простые цветочки. Нигела является сейчас популярным растением, потому что ее семена обладают такими целебными свойствами. Это вы тоже подсчитаете, не буду останавливаться. Есть еще Нигела посевная, у которой вообще уникальные свойства. Иногда ее заменяют даже в такую приправу, как кумин, восточную и дорогую. Ну, конечно же, куда мы без Алисума? И Алисум также неприхотлив и будет насеваться у вас. Если вы по осени не станете выбрасывать кустик, то он будет у вас очень долго. Это растение холодостойкое. И хочу отметить, что многие растения, и Иберис, и Календула, и Алисум, и Нигела, они являются холодостойкими. То есть, к тому же, еще вот один плюс, мы можем их посеять, когда-то мы с вами рассуждали, под зиму. И тем самым сэкономить вдвойне время весною и не мучиться с рассадой. Потому что, если выращивать такие растения через рассаду, то рассада вытягивается, и потом плохо приживается в грунте. Хотя, как правило, приживается, потому что они очень выносливые. Алисум может расти на засушливых участках. Недаром он называется еще и... Ну, вот это морской, но есть Алисум многолетний, который называется Алисум скальный. Но все они родом из Средиземноморья, где жарко и сухо. Различные окраски также позволят вам создавать различные композиции. Замечательное растение. Тоже селекционеры продвинулись с сортами такого растения. Это рудбекия блестящая. И в отличие от многолетних рудбекий, она замечательно себя чувствует в наших условиях. И тоже является засухоустойчивый большой плюс. Поэтому при посеве мы поливаем, следим до сходов, чтобы почва была увлажненной. А потом можно про нее и слегка забыть. И если прежние сорта, которые насевались в наших садах, это высокие растения, которые потом валяются, их повалит ветром, дождем. И они создают нам хлопоты, куда же этот куст, огромный, необъятный, запихнуть. То современные сорта, компактные, есть вообще невысокого роста, 30-40 сантиметров. Они замечательно смотрятся. Из нее можно создавать не только клумбы, но и бордюры. Настолько они выровненные. Здесь у меня сорт Cherokee Sunset. И вот один из моих любимых сортов, который называется Cherry Brandy. Замечательнейшее растение, которое настолько выровненное, что кажется, что произвели стрижку с ним. И снова же за счет наличия железистого опушения на листиках своих, и стебли такие ребристые, плотные, очень рекомендуют для солнечных и засушливых мест. Ну, конечно же, куда мы без астры денемся, потому что наступит осень, и нам нужны будут осенние букеты необыкновенной красоты. Астру можно сеять как под зиму. Можно, конечно, ее и через рассаду какие-то уникальные сорта, семян, когда у вас мало. Ну, а также можно посеять ее непосредственно в грунт. И снова же не забываем про поливы до появления всходов. Василек, про который я уже говорила. И он не просто синий, а современные сорта совершенно разнообразной окраски. Вот белые, двухцветные, темные, практически чернеющие. И их можно высевать, хоть срок цветения у них не длинный, их можно высевать даже в несколько этапов. И посеяв однажды в своем огородике василек, вы будете каждый год только прореживать всходы по весне. Конечно, говорю, что такие сорта махровые, они очень плохо дают самосев. Они, может, его и дают, но всходы очень трудно появляются. А вот обычный синий василек или близко к синему цвету сорта они замечательно дают самосев. Самосевом можно, не смосевом, извиняюсь, а посевом в грунт можно выращивать цинии. Циния родом из Мексики, поэтому она также, как вы понимаете, будет засухоустойчивой и не доставит вам никаких хлопот. Ну и, наконец, вот космея, про которую я говорила уже, такой замечательной двухцветной окраски называется сорт Пикоти. И у нее такая вот замечательная двухцветная окраска. И если, помните, я говорила, что некоторые растения все-таки надо через рассаду, но они крайне неприхотливые. Конечно, люди, которые занимаются защитой растений, они не любят, когда произносишь фразу, что не поражается болезнями и вредителями. Всегда может наступить ситуация, если рядом есть какие-то заболевшие растения, либо у вас такая фитопатогенная обстановка, запущенная совершенно, то и очень устойчивое растение может, конечно, поражаться. Но если соблюдаем агротехнику, поливы, не загущаем посевы, вовремя убираем отсвежшие соцветия и так далее, и так прочее, то эти растения, они не будут поражаться болезнями и вредителями. Это, конечно же, наш любимый львиный зев. Современные сорта тоже абсолютно разной высоты. Это от 12-15 см. Ковровые сорта до высокоростных метров высотой 90 см, которые можно резать снова же в букеты. Немаловажно, очень хорошо стоит в срезке львиный зев, выносит периоды засухи, и даже если кустик немножко подведает, то полив быстро приводит его в чувство и снова он бодро цветет. Ну, естественно, что в процессе роста, если мы будем обрезать отсветшие соцветия, то он будет цвести у вас просто до заморозка. В растении также холодостойкое. В некоторых регионах оно может даже зимовать, потому что у себя на родине он является многолетником. Хочу обратить внимание на очень интересное растение. Называется оно титония. Титония ратундифолия. Красота уже в названии. Титония круглолистная. Это растение также родом из Центральной Америки. Крайне устойчивое. Даже у меня были случаи, когда дополнительного полива не происходило. И она выживала. Да, она немножко паникала. Ходила я, совесть мою грызли всякие червячки. Но она потом цвела. И цветет растение до поздней осени. Замечательно завязывает семена. И цветки похожи практически как гербера. Тоже хорошо стоит в срезке. Цинья уже другого вида. Это цинья узколистная. В данном случае этот сорт называется персидский ковер. Существуют различные сорта одного цвета. Цинья узколистная. Цинья хагиана. Цинья хага. Которые также являются исключительно стойкими растениями. И никто на них не нападает и не кушает. И хлопот вам не доставит. Можно попытаться вырастить через рассаду. Но цветение наступит позже. Посевом грунт, извиняюсь. Но через рассаду цветение будет пышным. И благодарным на редкие поливы. Ну и куда же мы без бархатцев. Бархатцы как прямостоячие. Так и тонколистные бархатцы. Также интересный есть вид бархатцев. Которые имеют такой пряный аромат. И в странах Средиземноморья их до сих пор используют как приправу. Анисовые их еще называют. Разнообразные окраски. Разнообразной высоты. Тут про них вам говорить много не стоит. Очень выносливое растение вербена. Которое также мы выращиваем через рассаду. Потому что через посев грунт. Мы можем не дождаться просто цветения. Или оно будет месяц буквально. Но посеяв ее в марте месяце. Мы получим здоровые цветущие кустики. Уже в конце июня месяца. И будет цвести она у вас до самых заморозков. Это вербена гибридная. Есть еще очень интересное растение. Вербена жесткая. У нее в самом деле жесткие. С железистыми волосками. Листовые пластиночки. Само оно такое крепкое. Невысокого роста. 30-40 см. С многочисленными фиолетовыми цветками. Которые можно также посадить и на клуб. И где-то создать бордюр. Вдоль участка или вдоль дорожки. Замечательно будет смотреться. Хочу упомянуть еще про вербену Буэнос-Айрисскую. Это уже растение высокое. Все вербены родом из Центральной Америки. И естественно, что они очень устойчивы. Как к жаре, так и к периодам засухи. Лабелия из семян. Если мы посеем ее в грунт, мы просто можем ее потерять. А конечно, выращенная через рассаду. Она также будет неприхотливая. Единственное, что не заливать ее. И сажать кустики не густо. Тогда она покажет себя во всей своей красе. Образует красивые, пышные, шаровидные растения. Существуют ампельные сорта, которые мы можем посадить в кашпо. Либо в какие-то контейнеры. Банальная сальвия, которую мы привыкли видеть красного, пролетарского цвета. Сейчас нам селекционеры предлагают различные окраски. От белой, двухцветной, насыщенно бордовой. Ну и вот такой вот нежно-розовой. Розовое очарование. Питунья. Тоже про нее большой рекламой делать не стоит. Мы все знаем, что это растение хоть и трудоемкое. Но если вы раздобуете где-то кустик, то оно будет вас радовать. Не забываем про поливы. Но растение отзывчиво на подкормки. И вполне себе переносит какие-то катаклизмы природы. Это левко и седой летний, который зацветает в первый же год. Называется матиола инкана. Также различные окраски. Но чем махровее цветок, тем меньше аромата. А вообще, если мы возьмем, посеем матиолу двурогую прямо в грунт. Матиола бикорнис звучит по-латыни. То ароматом вы будете наслаждаться до самой поздней осени. Цветки, может быть, кому-то покажутся у матиолы бикорнис не очень такими уж и роскошными. Но зато аромат. И она берет своей массой многочисленными побегами. Крайне неприхотливое растение, которое мы тоже вырастим через рассаду. Это сальвия мучнистая. Некоторые ее путают, когда она растет в грунте с лавандой. Потому что практически точно такие же соцветия. Иногда они не бывают темно-фиолетовые. Иногда бывают белые. Бывают сорта с двухцветной окраской. И листья также слегка сизо-опушенные. Если у лаванды они достаточно сизого окраса, то у нее более зеленоватые. Но степли в зависимости от сорта могут быть как темно-насыщенного фиолетового цвета, так и с таким вот сизым опушением. Растение крайне неприхотливое. И даже если вы не будете его поливать, оно будет у вас расти. Ну и, конечно, наши старые добрые однолетние георгинки. Чем они хороши? Тем, что благодаря наличию у себя клубенечков они также хорошо переносят периоды засухи. Адаптированные к любым условиям, как мне кажется. И выращенные через рассаду, они будут радовать вас цветением до самых заморозков. Ну вот такой вот, я считаю, кратенький, можно сказать, кратенький обзор растений, которые являются неприхотливыми. Выбирайте. Выбор широкий. Как по окраске, так и по высоте, разнообразию форм. И можно создать любой уголок в любом стиле в вашем саду. Бегом в магазин за семенами. И прикиньте, что вы будете делать в этом сезоне на своем участке. Успехов! До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова